МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мэр Магадана проверил готовность коммунальных служб к зиме. Большинство школ Магадана прошли проверку готовности к новому учебному году. 1 сентября не состоится традиционное шествие первоклассников. Уроки организуют таким образом, чтобы максимально разобщить потоки детей. Будут разведены вход в здание, перемены, посещение столовых, усилен санитарный контроль. У нас активно идет комплектование первых классов в школах города Магадана. Определились и те, кто по месту жительства, и на свободные места, те, кто хотел бы в той или иной школе учиться не по месту жительства, а по интересам и каким-то приоритетам. Уже на сегодняшний день 1153 первоклассника приняты в образовательной организации города Магадана. Ожидается еще порядка 200-250. Сейчас активно работаем мы по операции школы. Нам нужно максимально вытащить детей из неблагополучных семей. Окончательный вердикт учреждениям вынесут до 18 августа. В городе 20 школ. В них будет обучаться около 11 тысяч юных магаданцев. Рансы, пеналы и канцелярия. В Магадане начал свою работу школьный базар. Ежегодную ярмарку открыли на аллее «Магаданское время». Традиционно здесь можно купить товары к новому школьному году. По словам продавцов, ярмарки уникальны в этом году товар. Рабочие тетради по школьным предметам и рюкзаки. Рабочие тетради востребованы очень, потому что, возможно, нигде они не могут найти в городе и могут приобрести у нас рюкзаки и ранцы. Возможно, есть только у нас, потому что в большинстве палаток только канцелярия. Из-за пандемии в этом году предприниматели закупили товаров меньше, чем в прошлом, потому что не были уверены, начнется ли учеба очно. Школьный базар работает с 10 утра до 7 вечера ежедневно. Закроют ярмарку к концу сентября. Специалисты просят покупателей соблюдать социальную дистанцию и носить защитные маски для профилактики коронавирусной инфекции. В Северо-Ивенском районе сменят главу. Об этом говорили на заседании регионального правительства, который провел губернатор Магаданской области. Первый заместитель Юрий Бадяев доложил главе территории об итогах рабочей поездки в Северо-Ивенский городской округ. Группа правительства работала в муниципальном образовании с 3 по 6 августа. Накануне Сергей Носов раскритиковал темпы выполнения работ по благоустройству и реализации социально значимых для жителей проектов в округе. Достаточно низкий уровень квалификации работников. Второе. Отсутствует спрос за порученное дело. Третье. Отсутствует мотивация работников к качественному и добросовестному исполнению своих должностных обязанностей. Четвертое. Некачественная связь в районе. Можно сказать, ее практически нет, но это касается также интернета. Пятое. Не исполняются указания правительства Магаданской области в части маршредительских замеров и проведения инвентаризации топлива. Особое внимание хотелось бы остановиться на исполнении национальных проектов. Так, наш проект «Чистая вода» инвентаризация была сделана только в Северо-Ивенске. Там качество воды соответствует 100%. В других населенных пунктов нет центральных водозаборов и качество воды не контролируется. В ближайшее время на стол губернатору Магаданской области ляжет список кандидатов на должность главы Северо-Ивенского городского округа. Кроме того, в районе планируют вести внешнее управление финансами. 13-го выбора нужно будет определяться с главой, правильно? Не кандидатов на конкурсную комиссию, а прошу готовить. Делать людей заложниками неправильно. Новое кладбище, подготовка к зиме и благоустройство города. В мэрии Магадана состоялось еженедельное оперативное совещание с участием руководителей коммунальных служб и ресурсных организаций. Специалисты отчитались главе города о текущих результатах и озвучили перспективные планы по благоустройству и строительству социально значимых объектов. Так завершено проектирование нового кладбища. Старый городской погост функционирует с 1984 года. Необходимое строительство нового кладбища обусловлено тем, что сейчас там покоится более 32 тысяч человек. Инфраструктура значительно устарела. Кроме того, оно ежегодно страдает от подтоплений. На новом кладбище будут предусмотрены места под колумбарий, часовню, где могли бы отпевать покойных, и специализированные ларьки с цветами и другими товарами. Говорили о важной теме в разрезе пришедших на Колыму похолоданий подготовки городских коммуникаций к зимнему периоду. Планным ремонтом сетей занимается водоканал. Руководитель предприятия сообщил об ожидаемой доставке центрифуги для очистных сооружений. Применение этой установки позволит снизить содержание азота и фосфатов в сточных водах. 15 числа прилетают специалисты-шеф-монтажники из Москвы. Они у нас уже были, мы их сами вызывали. Это предварительно все определено. И по нашему плану две недели мы запускаем. Также затронули тему встреч с медведями и, как следствие, лесные пожары. Зачастую люди для того, чтобы отпугнуть животное в лесу, используют пиротехнические средства. Петарды и ракеты становятся причиной возгорания сланников в труднодоступных местах. Граждан убедительно просят с осторожностью отправляться за пределы города и особое внимание уделить собственной безопасности и безопасности окружающих. Михаил Мишустин посетит Магаданскую область. Рабочая поездка премьер-министра России на Дальний Восток состоится с 13 по 18 августа. Как сообщила пресс-служба правительства, в ходе поездки он, кроме столицы Колымы, посетит также Чукотку, Камчатку, Амурскую область. В Магадане Михаил Мишустин осмотрит социальные и инфраструктурные объекты города, пообщается с работниками, проведет встречу с губернатором Сергеем Нусовым. В мероприятиях рабочей поездки примут участие вице-премьеры Юрий Борисов и Дмитрий Чернышенко, глава Минвостока Александр Козлов, министр финансов Антон Силуанов, министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, министр здравоохранения Михаил Мурашко и другие. На домах улицы Портовой появятся информационные таблички. Одну из старейших улиц Магадана планируют благоустроить. Многоэтажки, которые представляют собой архитектурную и историческую ценность, выделят особенную. О каждом строении расскажут подробно. Таблички изготовят социальные партнеры города. Становление всеми известного проезда от городского парка до морского порта началось 88 лет назад. Жилые дома с многочисленными фресками и башней со шпилем построены в 1954 году. На исторической улице жили известные люди Колымы. Сегодня у подножия архитектурного наследия реконструируют тротуар. Улица Портовая, 1, 3, 5, 7, 9 дом, по сути, это часть нашего городского музейного комплекса, потому что каждый дом представляет историческую и архитектурную ценность. Мы хотим сделать так, чтобы действительно эта пешеходная зона была удобная, привлекательная, красивая. По социальному партнерству будут изготовлены специальные таблички, которые будут рассказывать о каждом из этих домов, которые воспеты в произведениях, в том числе, Вадима Алексеевича, Козина. Новый тротуар по улице Портовая укладывают в рамках проекта «Пешеходный Магадан», который был инициирован мэром Юрием Гришаном в 2017 году. Также в планах разработать проект по реставрации архитектурных зданий. В течение пяти лет работы по благоустройству исторической пешеходной зоны по Портовой улице практически не проводились. В 2021 году начнется благоустройство пешеходной зоны вдоль четной стороны домов проспекта Ленина от Портовой улицы до здания с часами. Магадан продолжает готовиться к зимнему сезону. Сотрудники коммунальных служб проводят промывку и опрессовку систем теплоснабжения, заменяют трубы, задвижки и фильтры. Мэр Магадана Юрий Гришан проконтролировал ход работы специалистов. Как и рассказывают коммунальщики, выполнено около 60% работ. Полностью областной центр будет готов к зиме и получит паспорт готовности в середине сентября. Далее идет процедура получения паспорта готовности по каждому жилому дому. Мы должны каждый жилой дом отработать и ни одного дома, не готового к зиме быть не должно. Только при этих условиях муниципальное образование город Магадан может получить паспорт готовности для работы в отопительном периоде 2021. Подготовка города к зиме – задача непростая, рассказывают эксперты. Реализация плана затрагивает весь Магадан, включая отдаленные районы. Контролируют весь процесс сотрудники департамента ЖКХ и государственной жилищной инспекции. По словам специалистов, план выполняют в срок. Также в планах подготовки достаточно большие объемы. Можем констатировать, что выполнена работа по кровлям, по межпанельным швам. Фактически часть многоквартирных домов, мы уже говорим, что они готовы к оформлению подписания паспорта готовности. Но работа продолжается. Слава Богу, погодные условия нам позволяют. Один из главных вопросов, который волнует жителей Магадана – когда дадут отопление. По словам коммунальщиков, задержки не будет. Осенью возможен всплеск заболеваемости коронавирусом и гриппом. Поэтому оставлять людей в холодных домах нельзя. Ориентировочно отапливать квартиры начнут в начале сентября на Соколю, Птаре и Снежке, а к середине месяца – в самом Магадане. Только самые нужные запчасти. Тысяча запчастей в наличии на Берзина 12. Приходите, поможем с выбором. На связи с вами по телефону 61 75 75. Поехали. Раз, два, три. Жизнь – это череда решений. И на многие решиться гораздо проще, чем кажется. Нужно осознать раз, решиться два, сделать три. Теперь слышите? Как счет раз, два, три. Иногда изменить чью-то жизнь может самое простое решение. Покупая значок «Красная гвоздика», вы помогаете ветеранам. Рассветки и фактуры, которым позавидуют ведущие кутюрье планеты. Шикарные обои производства Италии, Германии и России. Богатый выбор и безупречное качество. «Мастерок». Магазин правильных решений. Карломаркса, 62. Друзья, подписывайтесь на рекламный инстаграм-аккаунт «Рекламная лавка Магадан». Здесь всегда свежая и актуальная реклама, услуги, объявления и вакансии нашего города. Будьте всегда одними из первых в курсе всех акций. Распродаж, поступлений товаров. В субботу, 15 августа, в Магадане переменная облачность без осадков. Температура ночью 10 градусов выше нуля. Днем столбики термометров поднимутся до 14 градусов. Атмосферное давление будет расти и составит 750 мм ртутного столба. Ветер восточный 2-4 м в секунду. Влажность составит 67%. Склад-магазин строительных материалов «Крас» представляет гипсокартон и комплектующие, сухие строительные смеси, древесно-плитные материалы, лакокрасочная продукция, пиломатериалы, гровельные материалы и крепеж в ассортименте. Осуществляем доставку по звонку. Телефон 63-66-92. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова